Дыня, попробуй, очень вкусно, холодненькая, потрясающая дыня, котятки, я думала это сыр, я тоже так подумала, а это дыня. Короче, ребят, мы приехали в роскошное место под названием Спа Мистраль Отель, спасибо большое, более-менее визуально в сторис я вам там показала, какой у нас номер, чтобы вы понимали, Ташкент, большой привет, спасибо. Нет, у нас потрясающие номеры, чтобы вы понимали, в этом отеле можно приезжать со своими питомцами, благодарство, что немаловажно, что немаловажный фактор, ибо наша Бетти, а наша счета, добрый вечер, к Феде пришла, нет, пока еще к Феде девушка не пришла, еще рановато, вот, значит, смотрите, у меня что-то тут так голова болит, потому, Томочка, здравствуй, моя дорогая, Тома, в эфире, наша Тома, Том, тебе большой привет от Танечки, показать? В общем, здесь воздух совершенно не такой, как у нас там, это реально чувствуется, во-первых, я вам выставлю Феде с Настей сценарий, да что вы, нет, не говорите такие глупости, сценария вообще нет, это реальное чувство у ребят, ну, ничего страшного, поругались, потом помирятся, спасибо. Значит, смотрите, ребят, я вам потом покажу, как мы ехали по платной дороге, я там снимала видео, целуй ее от меня, как, целуй Тома тебя, Тома, мы тебя тоже очень целуем, любим, Тома, мы только приехали недавно, потрясающе, здесь вообще пушка, ну, что я вам хочу сказать, ребят, Завтра начнется, то есть, добрый вечерок, походы во все спа истории, но все эти спа истории, это не моя история, это Татьянана история, я буду рядом находиться, я этого терпеть не могу, ни массажа, ни спа, вот эти все фишечки. Единственное, куда я пойду, это в солярий, и в белья, на катере, на катере, но в катере это понятно. Так, я смотрю, все переживают за Феденьку, Феденька реально такой обиженной Кристины, поэтому боится, Федя не обиженный. Наталья, это прекрасно, значит, сейчас момент амора, я вам кое-что покажу, значит, Наташина диета, лисички и жареная картошка. Наташа, это огонь. Пуля, я сейчас с тобой, на, бери вот помидоры. Нет, я, нет, я помидоры, не будешь? Я вот хочу с вами. Я тоже, пожалуйста, попробую. Вот, значит, Федя, Феде все будет нормально, смотрите эфиры, не переживайте за Федю и за Настеньку. А как же маски, помним, вы были женщиной-кошкой. Это была маска, которая подарила мне Ирина Александровна. Наташа, ты должна есть покажать. Привет, бабушка, привет, не бабушка, настроим меня потрясающе. Значит, мы приехали отдохнуть. Кто только зашел, рассказываю, в спа-мистраль отель. Отель европейского уровня. В общем, здесь все, как говорится, вам не добрый вечер. Четыре ресторана. На Истре. Скажи, на Истре. Из нашего балкона видно прям река Истра. Спасибо. Благодарствую. А вот, будем здесь мы отдыхать до... Вечером в воскресенье домой поедем. Нет, я спать терпеть не могу. Я буду рядом. У нас Таня любит вот эти истории. Я буду рядом и все буду вам рассказывать. По поводу мамы Марины Африкантовой, благодарствую. Я не могу вам ничего сказать, потому что... Потому что я так и не поняла. Потом смотрела ее сегодня прямой эфир. По-моему, она уже... Внучка нормальная. Нет, я не люблю эти массажи и все такое прочее. Есть тут услуги и массаж. И какой хотите массаж. Ой, там такие массажи вообще. Спасибо. Таких только нету. Ну, Таня пойдет. Я буду все снимать и вам рассказывать. Нет, Яна и Захар не на поляне. Смотрите, по поводу Иосифа. Он сейчас занимается... Да, он... Его ждет, кстати, большое будущее. Он будет ведущим. Федя с Настей... Нет, не помирились, ребятки. Спасибо. Чтобы вы понимали, картошка с грибами... Нет, мы еще с мамой. Басик есть, бассейн тоже есть, да. Тут несколько бассейнов. Здесь несколько бассейнов, тренажерный зал. На общем, все фишечки, которые я не люблю. В солярий пойду. Нет, не правда. Сереженька Кучеров на проект не придет. Как попасть зрителям на шоу ББ? Пишите, Сереге. Латинские буквы Сергея ТНТ-ТВ. Спасибо. А как будете отдыхать? Я буду спать. Я буду спать, а потом, значит, я буду... Я найду чем заняться. Здесь бильярд. Ванна, кофе. Ну, в общем, я не привередливая. Это прикольно, что уже и дочь ваша меня смотрит. Смотрите. Как я отношусь к Диме Дмитренко? Как вы думаете, как я могу к нему относиться, если я его кума? Настя, цвет нормальный. Нет, я что-то не люблю. Как нет? Я не люблю эти истории. Мы с Таней в отпуске. У нас вся команда же отдыхала постепенно. Илюшенька, спасибо вам огромное. Дорогой вы мой. У нас вся команда отдыхала. Ой, надо уже не спросить блокнот у нас. Ладно. Это. А мы остались вдвоем. Вот у нас, значит, отпуск. И маму... Мама везде с нами. А как же? Витюшенька придет попозже, зимой. Да, я крестная Василиса. Поэтому мне про Диму истории всякие не надо говорить. Я к Диме очень хорошо отношусь. Он классный парень. Я думаю, что тема Феди и Насти еще не закончена. Греция, привет. Пришел мальчик Серафим. Мы с одного города. Серафим. Надеюсь, Серафим будет себя вести по-другому. Привыкнет немножечко к камерам и раскроется. Спасибо, Илья, большое. Навряд ли. Нет, Роза Шабарина на проекте. Они были просто в отпуске. У Сергея фамилия Николаев. Лучший блогер. Илья, благодарствую. Серафим прикольный, но... Ему нужно привыкнуть к камерам. Как вам Яба как участник? Мы с Ябаромом почти родственники. Вы что, не знали? Спасибо, ребятки. Наконец-таки мы хоть отдохнем. Не говори. Но это не означает, что мы... Я все равно все время на телефоне. Нет, Маргония придет. Смотрите, салфеточка. Местраль написана. Видите? Смотрите. Господи, что я хотела сказать-то? Забыла. У Алены... У Алены, да, Богдан... А, сейчас я вам расскажу, где мы. У Алены Богдан очень контактный. Секунду. Здесь делаю оговорку через запятую. Был контактный ровно до шести месяцев. То есть он спокойно шел к кому угодно и не плакал. Сейчас он уже начинает распознавать, кто есть кто, кто чужой. Может быть, ему не понравится запах. И, по-моему, Алена, наверное, мне так кажется, очень мало в связи с тем, что у нее грудной ребенок, Богдан, она очень мало пользуется парфюмом. И мне так кажется, что если он от кого-то услышит сильный парфюм, ему становится плохо. Он начинает беспокоиться. Сашенька худеет. Добрый вечер, наконец-то. Ребята, вы извините, я пропала. Я же два дня с внучкой была. А я когда с внучкой, это называется «Добрый вечерок». Мы... Вы куда планируете поехать? Да мы же уже поехали. Сейчас расскажу. Федя будет с новенькой? Еще пока новенькой нет. Смотрите, ребятки. Нет, Рапунцель не уходит с проекта. Мы приехали в «Мистраль-спа-отель», который находится на Истрии. Рапунцель не уходит. Люба... Люба, нет, не ушла. Кстати, я вчера... Добрый вечер. Здесь такой отель классный вообще. Вы там посмотрите, у меня в сторис. Я же все записала. Для кого? Для вас. Вчера... Обалдеть. Попробуй. Хотя бы одну посмотреть. Какие жирненькие. Нет. Причем здесь сигареты? Там никто не курит. Это... Что я говорила-то? Ты говоришь, здесь хороший отель. Я спрашиваю... Почкать, давай. В общем, у нас номер «Люкс». Угу. Две ванны. Я маме просто обрежалась. А картошечка. Два санузла. Угу. Две комнаты. Вот это вкусная история. Угу. Говорю тебя. Нет, пока никто не пришел к ней. Не курит там никто. Это вам показалось так. Не курит там. Нет. Спасибо. Короче говоря, я взяла салат, забыла, как называется. Он очень вкусный. Да, кстати. Да, и дай салат я, потому что... Потому что я не все из салата люблю. Я не знала, что сюда входят некие копчености. Таня, как всегда, любит вот эти вот истории, креветки. А я по-простому. Картошка жареная у них тут... Ага, это спецблюдо у них есть. Спецблюдо картошка жареная с грибами. С лисичками. Сезон лисичек. Конечно. Они их насобирали. Очень вкусно. Возможно, Алена держала чью-то сигарету. Но Алена не курит. Вот, в принципе, смотрите. Ебар курит. Курит, не курит. Вот если Алена так сказала, пусть Алена так и говорит про себя. Я про нее ничего не собираюсь рассказывать. Курит она, не курит. Это ее дело. Ей что, 15 лет? Спасибо большое. А я была у Алены в прямом эфире. Я не помню, чтобы она рассказывала, что она курит. Ну да ладно. Тверь, привет. Из-за Милены, по-моему. Нет, Ебаров не помирился с Аленой. Сегодня мне какая-то подписчица прислала в Директ, что у Ромы появилась вторая страничка. Появилась, появилась. Может быть, это фейк вообще какой-то. Может быть, это фан. Не знаю. Ага. Иногда мне тоже кажется, что по ту сторону экрана сидят люди, которые не курят, не пьют, не гуляют. Да, конечно. У Милены уже все скоро заживет. Она уже молодцом. Вам понравилась мама Захара? Она на ББ приходила. Так мы маму Захара знаем тысячу лет. Она же к нам еще два года тому назад приходила, когда еще ББ не было. Когда было просто шоу, и мы снимали тогда разбор с Лерой и с Захаром. Мы маму Захару очень хорошо знаем. Она потрясающая женщина. О, она вообще роскошная. Она клевая. Просто. Она такая стильная. У нее такие необычные наряды всегда. И вообще она клевая. Привет вам из Сатарстана. Альметьевск, привет. Я курю, да. Это не секрет. В каком городе вы отдыхаете? Приплыли. Ольга Бузова была в отпуске. Она уже вышла. И вы будете ее наблюдать в эфирах. У нас же повозок. Вы поставили? Да. Спасибо. 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 Танте, вот Дом-2, нижнее подчеркивание новости, передают огромный привет. И говорят, что спасибо, что нас смотрите. Пожалуйста, она вам тоже передает огромный привет. А я что-то потеряла вас вообще. Стрелкова. У них интересно. Рапа улетает, потому что у них маленький ребенок. И у них есть некоторые дела документальные в Владивостоке. Сочи, привет. Нет, она не похожа. Спасибочки. А, нет. Мама Яны Шофеевой отказалась приезжать. Причем, это уже история не первый раз. Мы ее зовем постоянно. Она обещает, а потом выключает телефон и пропадает. Ваши эфиры интереснее самого Дом-2. Жду с ней, что благодарствует. Знаете, спасибо большое. Вы знаете, я бы, фу, мне бы мои 18, я бы там устроила бы. Я бы показала, где раки думают. Вкусная вот эта вот история картошка. Ну, очень вот это вкусное. Креветки очень. У вас маникюр вечный, что ли? Да. Да. У меня, я же вам говорила, у меня мастер. Она говорит, Наташа, ты совершенно невыгодный клиент. Два месяца. Два? Может, я выдумываю? Ну, пять недель точно. Спасибо вам огромное. Нет, стилисты одевают. Что значит, ждете Татьяну Владимировну? Татьяне Владимировне мы всегда рады. Если она приходит на проект, ради бога, слава богу, у Марины будет мама на проекте. Это тоже какая-то прикольная история. У Феди фамилия Стрелков. Здрасте, здрасте. Да. Спасибо, спасибо. Нет, Африка. Африка, возможно. Яна Захарова очень хорошая девочка, это первое. Второе. У Яны Захаровой потрясающий характер, мужской. У нее мужской склад ума, она... Ну, в общем, она как я. Конкретная. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Вроде пришли трезвые, уходят, уползают. Йоси скоро будет ведущим, конечно. Он же сейчас же занимается, я же его сосватала. В своих сториз. Почему вы так говорите, что Марине на пенсию пора? Марина достаточно молодая девушка. Слушайте, я вот это уже не могу. Можно это с собой тоже? Это я доем. А, сейчас? Пожалуйста, конечно. Вот я вот это хочу с собой, потому что... Что-то я так наелась, вообще жесть. Кстати, вкусно. Угу. Очень вкусно и очень сытно. А вот эти булочки тоже мы с собой берем. Так, что вам ответить про Сашеньку Черно? Что вам Черно не так... Нет, ну это я не... Это не шутки. Ну, шутки. Спасибо большое, моя дорогая. Это вам... Куда сейчас пойдете? Куда сейчас пойдете? Мы, наверное, полежим пойдем, потому что мы ехали все-таки 2 часа. Я думаю, что мы дойдем до нашего номера. А далее посмотрим. Этот фильтр вам не идет. Спасибо. Пошли. Мы дойдем... Не дай бог, Йоси ведущий. Привыкните и к Йоси, потрясающе все будет. Кстати, Йоси неплохо очень даже говорит. Мы же его протестили. Йоси, между прочим, справится. Ему немножко нужно набрать темп. И все. Как насчет диеты? Никак. Ну, на улице. Ну, я думаю, что... Потом. Все будет. Будет и диета. У Манский с Клавой... С Клавой, да. У них любовь. Кстати, я вчера прочитала, что надо не Йоси ведущим брать, а Сашу. Это тоже в планах. Она справедливая. Так Саша тоже скоро. Они сейчас поочередно выучатся на ведущих. Сашка, продюсер. Все будет яхши. Вам идут любые фильтры, пишут зависит. Да я не обращаю внимания, пускай пишут. Это они пишут, чтобы на себя внимание обратить. Но меня аж не разведешь. Добрый вечерок. Что я хотела сказать? Зашла я вчера к брови... Да, брови потрясающие. Спасибо, Настя. Спасибо большое. Я зашла вчера к Насте Сыцевятой в Инсту. И она в сторис написала, что она покидает проект. Что от себя не убежишь. Она возвращается к прежней своей любви. Может, кто-то понял, о чем речь? Я так и не поняла. Королевские креветки, да? На гриле? Нет. Не королевские. Не королевские, а обычные креветки на гриле. С хлебом. Хлеб святое... Ну, вы знаете, всему голова. Я говорю, Кристина церковная... А я что, сказала Сыцевят? Извините, церковная, да, выставила. Не, извините, церковная, Крис. Я ее тоже все время Настей хочу назвать. Спасибо большое. А танцули у вас будут? Будут, конечно. И танцули, и... Сейчас пятница суббота наступит, караописк, клуб. Все будет. А что теперь будет на каждого участника по-ведущему? Нет, это утрировано, конечно, но... Обязательно. Помада, да, марка Нарс. Грядут большие перемены, ребят. Не могу даже двинуться. Можете вот это с собой. Очень вкусная вот эта песка. А вот это я доем. Я доела, Наташа. Спасибо. Молодец. А когда Марина и Рома полетят на Сейшелу на стажировку? На какую стажировку? Они поехали же на кастинг, ребятки, в Ригу. Так, что-то... Сережа... У меня, по-моему, воздух здесь свежий, морит. Морит, спать устала. Мы не выставили. Спасибо большое, ребят. Я не крутая, я самая обычная, земная. Я по вашей диете один день посидела, и все. Как можно смотреть Дом-2 ночной и ничего не жива? Правильно. Я тоже так думаю. Нет, надо... Я думаю, что Лизу Триандефелиди приглашать не нужно. Она, если захочет, она сама придет. То есть, я думаю, Лизу возьмут без обсуждений даже. Теперь вопрос у меня к вам. А есть ли у вас молочный улун? Конечно. Вот. А есть у вас что-то на десерт? Все у нас. Вот. И нам с собой, кстати, на десерт надо. На десерт полу, но я могу подложить. Я это не понимаю. Это вот... Можно посмотреть. И вот это с собой туда забросьте. Сейчас. Так. Но вы ведь говорили, что все по очереди будут проходить стажировку на острове. Я говорила? Когда это я такое ляпнула? А кто выиграет Человек-года? Ебаров? А. Откуда же мы знаем? Ебаров. А, это утверждение. Скажите, кто-то выиграет. В смысле, Казакову проголосует, кто-то выиграет. Найдите, пожалуйста, мне жениха. Нам себе внести. Вы знаете, господа, дамы и господа, леди энд джентльмен. Где ж его найти-то нормального? Нормальных-то нет. Раз-два и обчелся. Всех разобрали уже давным-давно. Ответьте, почему не ставите на место эту... Прекращайте. Саша, знаете, какая потрясающая. Ничего, она не хабалка. У нее ПМС просто. Отводишь, Наташа, этот... Вас очень интересно слушать. Нет. Да, они ничего не слышат. Слышишь, конечно, они смотрят. Да, коже. Не будешь здесь? Нет. Могу попросить. Привожу. А, я? Извините. Second. Спасибо. Какое кольцо вам показать? Ты будешь как-нибудь? Нет, я... Ты ж хотела улун. Да, я буду... Я не буду, нет. Мне улун, молочный улун. И знаете что? А вот мельфей вкусный. Отлично. Давайте вот мельфей... Слоеное тесто, крем-брюле, свежие ягоды. Короче, давайте вот мельфей и медовик с собой. Медовик с собой. Даже свежие ягоды кислые? Конечно, будут кислые. Нет. Тогда давайте тирамису мистраль и медовик с собой. Да. Это мы есть на бумаге, мы объелись. Чай вам сразу принесли? Чай сразу. Да, чай. Спасибо. Мы напугали Захариша в его сегодняшнем эфире, и он ничего не говорил. А чем вы его напугали? За хорошей бабой и мужик супер. Это вы на что намекаете? Это вы на что намекаете? Что мы плохие бабы? Даже не вздумайте никому этого говорить. Это что вас так на Доме-2 кормят? Как? Мы вообще-то на отдыхе. Так мы же на отдыхе. Мы же в этом. На Доме-2. В пятизвездочном отеле. Мистраль отель. Я же говорила вам. Вы за моими сторис смотрите вообще или нет? Выйду-ка я в лес. Когда закроют этот... Что вы несете? Какой притон? Лиза скоро придет. Ей нужно просто уладить в своем родном городе дела. Она же не из Москвы, это во-первых. Она же из... Господи, откуда же я ее... К Феде, которая... В общем, мы ее везли на оленях. Она далеко очень живет. Она уладит свои дела. Сейчас я выйду, кое-что вам покажу, котетки. Мы на отдыхе, да. Мы в Мистраль отеле. Сейчас мы находимся в итальянском ресторане, который называется Дольче Вита Синьорита. Федя ее ждет, да. Значит, смотрите. Это ресторан азиатской кухни. Это европейский второй этаж. Сам отель вот находится где. Из нашего балкона у нас люкс-номер. Виден вот этот вот ресторан. Маленький шатер. Ля Дольче Вита. Шатер не надо называть, они обижаются. Далее... Здесь территория очень огромная. Дальше вот так вот идешь и оп! Приплыли, встали. Дальше телега. Выбрали. Выбрали, видите? Выбрали, выпили, закусили. Дальше лавочка, присели. А вот туда, вот в ту сторону за березами, там река. С балкона у нас видно реку. В сториз посмотрите, я там выставила. Но я еще много-много сделала с ним съемок. Завтра буду выставлять. Так, привет. А вы же говорили, что Федя Настю ждет, или вы шутили? Да, главное выпить. Да, главное выпить. Смотрите, на тот момент я говорила так. Это факт. Потом планы изменились. Так что, я курю сигареты. Да, здесь очень здорово. Я, конечно, никогда нигде не была в таких вот местах. Но я думаю, завтра мы уже вот... Ну, Таня у нас любитель спа, массажа, а я как бы буду рядом. Клава нормальная девочка, пока не знаю, как она мне. Пока никак. Тула, привет. Здесь такой воздух, что прям вот я не знаю. Ну, честно, ребятки, такой воздух классный. Прямо, знаете, вот мало того, что... Ну, здесь условия, конечно, вам не шутка. А еще очень удобно, что можно приезжать сюда со своими питомцами. Ну, по-моему, наверное, есть какие-то ограничения по килограмму. У нас-то маленькая собака, 2 килограмма. Федя... Федя очень своенравленно. Федя далеко не глупый парень. Сейчас я покажу. Да, отель не дешевый. Еще, тем более, у нас люкс-номер, поэтому... Отель не из дешевых. Пятизвездочный отель, уровень европейского класса. Да, мы здесь с Бетти. Бетти в шоке была, конечно, но сейчас она уже освоилась. Правильно и сказали. Я ему говорю, Сереженька, хватит нести ерунду в своих прямых эфирах. Про меня. Он не слушался меня. Чего на море не поехали? Мы не смогли поехать, к сожалению, на море. По неким обстоятельствам Тане запретили врачи ехать на море. У Тани небольшие проблемы со здоровьем, поэтому мы поехали сюда. Здесь круто очень. Здесь очень круто. Хочу вам сказать одно. Бетти все время, думаю, тат и блю... Нет, Бетти это наша собака. Она всего два... Да. Нет, у нас... Нет, внучка не с нами, внучка с мамой. Она же в садик пойдет. У меня это получается непроизвольно. Ребята, я не потому, что я как-то чего-то делаю, а потому, что у меня это получается непроизвольно. Скажу вам честно, дамы и господа. В общем, видите, какой ресторан народу просто миллион. Миллион. Спасибо. Смотрите. Скажу вам сразу. Конечно же, если бы не Таня, Наташа бы так весь отпуск и проспала дома. Потому, что Наташа совершенно не умеет отдыхать. Это факт. Наташа бы лежала бы, ела бы, опять лежала бы. Я бли... Вы видите, какая я яркая. Эта кофта очень нравится Маше Кохно. Она от нее в восторге. Вот. Как у нас появилась Бетти? У нас Таня очень любит домашних животных. Это да. Отель дорогой, да. Сразу могу сказать, не из дешевых. Зайдите, прогуглите и посмотрите. Не, ну, все зависит от того, какие... Но, опять же, для кого как? Да, может, для кого-то хорошие. Для кого-то, может быть, это копейки, а для кого-то... Это Истра, это Подмосковье. Буквально рядом, но... Как рядом? Не рядом, это ничего. Не, ну, как рядом. Это сто два километра от Москвы. Сто два километра от Москвы. Мы еще ехали по платной дороге. Я там все сняла. Вот эти вот фишечки, будочки. Выставлю. Хорош, хорош. У Бетти у нас появилась. В общем, Таня, любитель животных. Таня просит вас выказать муж. Татьяна, она ее приморила от воздуха. Она говорит, ни в коем случае меня не показывает. Он говорит, отседок. Ну, что ты совсем приморила? Мы с Таней живем вместе, да? Я завтра все... Татьяна будет завтра... Вообще буду. У нее завтра море планов. Значит, СПА один, СПА второй, СПА другой. Катер. Катер. Завтра не будет дождь, потому что обещали. В общем, завтра дождь, катера не будет. Посмотрим. Если мало, то ты будешь ждать. В общем, Таня любит животных. И она давно хотела собачку. Что, друзья, наказала? Именно шпица. В общем, шпиц приехал на поезде, чтобы вы понимали, котятки. Нет, 4 это перебор. Собака откуда приехала? Она приехала из питомника, из Краснодарского края. Потому что там заводчик, именно та девушка, которую... Я ее видео нашла же в интернете. И все, и меня... Я не планировала. Собачка приехала из Краснодарского края. Да, она вам все завтра расскажет в подробностях. Единственное, я могу сказать, когда мы ехали встречать собачку поезд в 7 утра, чтобы вы понимали. Представляете? Мы реально думали, что... Мы реально ложимся в 6 утра только. В общем, мы так перетрухали, когда ехали ее встречать. Вы похожи, кстати, просто она красится постоянно. Да. А нет. Я думаю, что мы не похожи. Единственное, может быть, манера и так далее. Но вообще мы от одной мамы и папы. Да, мы же сестра по-то похожи. Короче говоря, мы еле успели. Мы переживали, что собака обратно поедет. Она когда приехала, значит, сумочка вот такая, значит, вот такая сумочка, вот такая сумочка, и вот такая собака. Я думаю, господи, боже мой, что это, кто это, крыса какая-то. Нет. Эта собака уже сейчас всех гоняет. А злая какая-то? То есть она такая злая, чтобы вы понимали, она Таню охраняет. Мимо не пройди, что вы, уф, пуля. Федя, как встретил Настю с отпуска? Никак. У нас разница, какая разница? Вот именно. Представили. Что кушали? Вы типа на диете? Я типа на диете, да. На отпуске. Ребят, кому не интересно, вы можете, вот, вы мне пишите, что вам задают вопросы, вы волнующие их. Вы старательно игнорируете. Я не игнорирую, я рассказываю поэтапно каждую историю, которую мне задают вопросы. Вы мне сейчас будете здесь претензии предъявлять. Кому неинтересно, можете выходить из моего эфира. Я, наверное, дозволю. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Друзья мои, кто вместо нас на Доме-2? Значит, мы работаем на шоу «Бородина против Бузовой». У нас большая команда. Вы не переживайте. Наша команда поэтапно... Спасибо большое, благодарствую. Наша команда поэтапно чай, чтобы вы понимали. Поэтапно отдыхали, а мы остались вдвоем, кто не отдохнул. Соответственно, ребята работают теперь, а мы ушли в отдых. Как здорово вы про нас и в отпуске помните, выходите в прямой эфир. Спасибо большое. Я всегда обо всех помню. Я как Ленин, я помню все. А кому неинтересна наша жизнь, ребят, я же никого не держу. Все думали, что Настя прихорошится там в Киеве у себя, и Федя пожил. Жалость – это самое последнее, что может быть в отношениях. Я не обращаю внимания. Меня, как говорится... Илья строит отношения с Настей Голл. Да, в интернете уже гуляют в группах «Дом-2» фишечки про Илью и Анастасию Голл. Да. Это факт. Свататься с персиком купенных не будете. Мы своих уже всех сосватали. Навряд ли, я думаю, что мы будем это делать, потому что... Извинить. Потому что у нас такая очень своенравная дама. Ну да ладно, я помолчу. Мы будем... Ну ладно. Никого не слушайте, ты очень хорошая. Спасибо. Скажите, котятки. Котятки мои ненаглядные, рыбки мои распрекрасные. Значит, сегодня было шоу. Номинанты на вылет. Смотрите, не забудьте в следующую среду. Очень будет интересно. Завтра не забудьте посмотреть, пожалуйста, разбор недели. А в пятницу «Дом-2» спаси свою любовь. Сегодня было шоу, и мне прислали фотографию наших замечательных участников. Я за всеми, за ними очень сильно скучаю. И они за мной тоже. Я это знаю. Вчера ума этот... Как его Макс Павленко говорил в прямом эфире. Спасибо. Спасибо. Без вас там провал. Видели, как Бузова ругалась, что шоу опаздывает на три часа. Вот видите. Ну, как говорится, да. Не без казусов у нас и с нами бывают задержки на три, на два часа. Ничего в этом открытие никто не сделал. Другой факт, что... Я вам так скажу, ребят, нет незаменимых людей. Это факт. Я это знаю по себе, когда я на одной своей работе работала почти два года без единого выходного изо дня в день. А потом так сложилось, что... Все, как говорится, ехши. Да, но незаменимых реально нет. Это факт. Вы незаменимы. Спасибо, спасибо. Классная бабца. Пфу, какая прекрасная бабца. Это кто? Женщина классная? Ксюша, 15.01, походу, вообще лет 15, я так предполагаю. Спасибо большое. Как вы считаете, у Феди вообще были чувства к... Думаю, что были. Вообще, я к Насте очень хорошо отношусь и к Феде хорошо отношусь. У меня сердце разрывается. Настя вообще такая девочка замечательная. И Федька тоже хороший парень. Спасибо. А чего так рано приехала мама Клавы? Может, она еще и участница станет со своей внешностью-то? А вы смотрите эфиры. Дальше вы увидите. Дальше вообще увидите, с кем будет мама Клавы. Спасибо большое, что смотрите шоу ББ. Возьмите меня на Дом-2. Я тоже дурочка. Что значит тоже? А что на Доме-2 одни дурочки? Что значит тоже? Это первое. Второе, кто хочет на Дом-2, пишите, пожалуйста, Надежде Ермаковой. У меня все замечательные, правильно? Все потрясающе замечательные, самые мои любимые. Дальше. 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 Внучка на вас похожа? Круто. Спасибо. Хотя мне кажется, она на маму похожа свою. Когда будут вести шоу Кадони и Черкасов вместе? Я думаю, что вместе это исключено. Мама Клавы будет съеба... Нет! Нет, что вы. Мы, конечно, люди креативные, но не до такой стихи. С Должанским, что ли? Яна с Захаришом поссорились. Еще одна парочка, которая вечно ссорится, а потом мирится. Вы свою невестку любите, как приняли ее? Да, а что мне ее не любить? Ну, она мне ничего плохого не делала. Маму не видела, но с вами одно лицо. Еще бы характер. Там характерец. Мама не горюй. Еще двух лет нет, а уже... А, вам нравится мама Оли? Татьяна Владимировна? Да, она классная женщина. 24. Хорошего вам отпуска. Спасибо. Сколько мама Клавы выглядит лучше Клавы? Да нет, и Клава тоже хорошо выглядит. Что она сделала? Что она сделала? Сына у вас украла. А Маше... Господи, а Кириной маме... Ну, что значит сына украла? Ну, типа... Потом скажу. Вся бабушка, это точно. Кадони на остров... Что мой? Кадони уже давным-давно уехал с острова. Это первый. Второй он уже в отпуске отгулял. Почему сёстры Бузовы не общаются? По-моему, общаются они уже. Я не знаю этих историй. Ребят, кто первый раз у меня в прямом эфире, напоминаю о том, что я ведущих не обсуждаю. Ведущие для меня это статус неприкосновенности. Все ведущие для меня это... Ой-ой-ой. Внука не... Что вы несете? Какого внука? Тут бы внучку, как говорится. Но Владушка успевает прям... Влад, он везде успевает, он уникум. А тут что за история вот эта вот? Этой маме взяла кирамесу. Она в номер просто... Это ты вот так в руках понесёшь. Покажи, как красиво подают. Просто потому что нету даже тары. Я сказала, дайте так, я принесу завтра. Посмотрите, ребята. Тирамису, как красиво. Десерт, тирамису. Как подают здесь десерт. Это мы с собой Валюшке отнесём. Валюшка, это мама наша. Валюшенька, я её называю Валюшенька. Моя рыбка ненаглядная. Видите, какая история потрясающая. Видите? А здесь кофа. Зёрна кофе. Я думаю, меня не возьмут. Ой, сейчас дайте понюхаю. Ой, класс. Да, это святая святых. Я думаю, меня не возьмут на Дом-2, потому что я толстая. Зря вы так говорите. Я подавала заявку на Дом-2. Обычных накачанных... Обычных, ненакачанных не берут. Извините, подайте ещё разочек заявку. Зря вы так думаете. У нас каждый ведущий профессионал своего дела. Ребят. Ольга Бузова ведущая. Оля была в отпуске также. Лето же. Здравствуйте. Ноночка. Привет, моя детка. Как дела? Нон, правда, что ты это? Ну, как-то я там видела у тебя. Спасибо. Прекращайте мне эти истории. Да, десерт очень красивый и очень необычный. Сейчас я вам ещё покажу вот так. Нон, ты меня извини, пожалуйста. Я там видела, что ты беременная. Вот, смотрите. А вот здесь вот внизу кофейные зёрна. Смотрите, какая штука прикольная. А Валюшка вообще любит тирамису? Я первый раз ещё такое вижу. Ну, не знаю, но думаю, да. Вообще, да. Да, эфир я сохраню у ребятки. Иосиф Иганесьян будет ведущим. Скоро, смотрите, да. Они уедут с Сашенькой. Там у него будет стажировка полтора месяца. Но пока он ещё здесь, он пока ещё учится. Маргарита, передаю вам привет. Пока я здесь, диета отменяется. Я передумаю. Ребят, буду заканчивать, потому что, как говорится, мы уже поели. Пойдём. Наденем белые махровые халаты. Возлежание. И будет возлежание. Сейчас я включу свой любимый телеканал пятый. Там идут детективы, которые я очень люблю. И всё. И больше ничего мне в этой жизни не нужно. Завтра встречаемся в прямом эфире. Я вам дам знать. Вам придут оповещения. Поэтому я вас всех люблю. Целую. Всем вам хорошего четверга. Завтра. Что будет интересно, я буду вам снимать и показывать. Делиться с вами. Всем пока. Я смотрю и след, и вот эти вот истории детективы. Целую всех. Спасибо всем большое. Всегда ваша просто Наташа.